игорь вот расскажи пожалуйста то есть за 10 лет употребления наркотиков ты неоднократно лечился в разных реабилитационных центрах в разных медицинских учреждениях у тебя вот что тебя привело к последнему лечению и чем она может быть отличалась от других способов что вообще происходило с тобой в центре почему сегодня ты уже сколько времени остаешься чисто больше года расскажи пожалуйста из предысторию и историю лечения твоего вот как тебе помогли ну наверно если есть чудо как говорят моей жизни произошло чудо я благодарен этим людям которые не помогли в том числе родителям родителям людям которые мне помогли благодарности на нету конца потому что со мной произошло чудо которого не было жизни никогда я попал реабилитационный центр решения попал очень разбитому как я перед этим рассказывал ужасном состоянии прошел месяц находясь центре и я ну наверно первый раз жизни почувствовал что есть что-то что может мне помочь я прям понял что я попросил еще остаться в этом на месяц я начал понимать что что со мной происходит я приехал туда я был уверен я был самым умным что я все знаю наркомании там знаю как лечиться у меня отец там 20 лет или 30 я уже употреблял наркотики мы все все знают и я начал проходить реабилитацию могу сказать честно открыто через полтора месяца со мной произошло чудо благодаря этим людям которые работали со мной я открыл утром глаза я прям помню это ощущение я встал и думаю как мне налить кофе как мне выпить чай как мне позавтракать как мне сделать зарядку где-то к обеду я отловил что я не думаю на котика а чем отличается вот тут ну то что происходило это профессиональная программа помощи она имеет отношение какой-то к религии или что вообще в чем разница между тем как ты раньше лечился и тем как тебе помогали здесь на разница колоссальная просто колоссальная потому что потому что здесь идет работа профессионалов людей которые занимаются всю свою жизнь лечением наркомании которые специалисты своего дела и благодаря их работе я просил употреблять наркотики и я не знаю сейчас улыбаюсь чувства какие-то радостные переполняют меня потому что такого я сейчас понимаю что у меня даже шансов не было бросить наркотики других центров их просто не было ну вот что именно что ты получал там информацию что у вас трудотерапия была объяснишь чтобы молились и ну вот что ты делал там в центре я делал то что мне говорили это выполнял задание которое мне говорили делать консультации это 12 шагов я писал шаги у меня были консультации режим и медитация была группы были психотерапевтические психотерапевтические группы были я прям помню ощущения вот где-то после полтора месяца я пробыл там нас вывезли город я увидел другой город то есть вот эти группы работа психологов психиатры психотерапевтов я не знаю что делали просто развернули меня мое сознание на 360 градусов я просто начал понимать кто я такой что что со мной происходит и начал разбираться в себе как-то так да и пройдя там три месяца три месяца пробыв на реабилитации хорошо смотри ты больше года уже после реабилитации находишься живешь в городе обычной человеческой жизнью скажи с какими сложностями ты столкнулся ты вообще не думаешь о наркотиках или все-таки это периодически тебе хочется употреблять тут расскажи о своей жизни сейчас что тебе в твоей жизни есть работа учеба девушка может быть ты учиться пошел одну расскажи как ты сейчас живешь да сейчас расскажу я начну с кризисов которые недавно был кризисе потерялся у отца от наркотиков наркотиков с рост печени последней стадии но все это связи с употреблением просто одно тяжело терять близких и понимать что ему как бы но из-за чего он умер и что он даже шанса не имел вырваться из этой трясины и как бы ну наверное такой вот что у меня сейчас как-то есть у меня в душе я вот наверное сказал то что ну для меня это кризис как будто родители но нету одного родителя каким-то там не были произошел да такой кризис так же ну и уже наверное не считая это кризисами как-то с улыбкой говорю об этом со многими проблемами я сталкивался и я их решал у меня было решение проблемы у меня была проблема у меня было решение и сейчас скажу какие вещи со мной произошли за просто минут вещи которых до этого у меня не было за вот этот год я съездил три раза на море на разные моря ну до этого самого такого не было в разные три разных страны там я съездил ты сам зарабатываешь деньги сейчас я доработаю я зарабатываю деньги и хочу сказать честно что сколько я сейчас зарабатываю я не зарабатывал наверное никогда я плачу сам за все ну прям я доволен если так говорить я сам зарабатываю оплачиваю а еще расскажу я поступил в институт на мне 30 лет я поступил в институт ну как бы меня встречают сейчас люди они просто меня не узнают ну как ты только вот ходил я учусь в институте я зарабатываю себя на жизнь как бы веду нормальный образ жизни я покупаю себе одежду я хожу в спортзал причем я начал ходить в спортзал у меня стало получаться заниматься и чувствую что вот оно здоровье восстанавливается мне силу есть энергия не хочется очень хочется жизни прям жадно с такой жаждой у меня такого не было тем возникают иногда мысли о наркотиках об употреблении я скажу честно не у меня бывают тяжелые какие-то ситуации у меня есть люди с которыми я это все помогает мне решить эти проблему твоя группа поддержки на мою группа поддержки которые помогают мне выйти из этих ситуаций тяжелых что еще ты делаешь что для своего выздоровления для своего выздоровления у меня есть на сегодняшний день это режим я соблюдаю режим ну то есть для моего здоровья да как она изменилась за это год я там делаю обычную зарядку обливать холодной водой и это вошло уже у меня просто в привычку я пью воду но я уже без этого не могу потому что если что-то не сделаю если плохо чувствую ну как все нормальные потом я пишу шаги 12 шагов да у меня есть спонсор я хожу на группы поддержки до группа поддержки у меня появилась куча друзей которые но из той жизни у меня не осталось ничего вот просто как будто то что то что было его нету просто то что сейчас замечательно ну хорошо спасибо большое следующем ролике мы с тобой поговорим о советах которые ты мог бы дать зависимым людям и может быть родителям